Евангелие от Москве, 27 глава. «Согрешил я, предав кровь невинную, и бросив срединики в храме, он вышел, пошел и удавился». С Иудой такая беда случилась. Думал ли он, будучи верующим, апостолом, одним из двенадцати, что так плачевно кончит жизнь? А к этому была дорожка какая-то. Был маленький вот такой мальчик, бегал, прыгал, играл и взялся предателем, предал Христа. А Христа предает, оказывается, каждый, кто нарушает заповеди его. Накладывает руки на себя тот, кто не брежет о жизни своей. Что ты, говорит, сделал в жизни своей, ты погубил ее? Этот вопрос шире решается. Здесь не просто историческое повествование о предателе, о негодном Иуде. А это урок для каждого, чтобы исследовать. Потому что когда Христос сказал, у вас тут двенадцать сидит здесь на скалейке, а вот один предатель будет, и Христа предаст. И они начали озирать друг по другу точно так же. Заглядывались, а не я в Господе, а не я. Каждый Иуду сидел, и они засомневались, а может это я? Ничего не изменилось по сегодняшней день. Если Слово Христа, Его исследовать не надо. Абсолютно точно, что будет предатель один. Один. Но кто? Усенихи любопытствовали. И да, вот, значит, спроси, Петр. Таразаконие 19.10. Что такое кровь неповинной? Иуда вспомнил, что в мире много крови проливается. И кровь справедливая. Убийцу поймали, насильников приговорили к смертной казни и стреляли. Это кровь на его голове. Но есть кровь неповинная. Дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей. Когда я уходил в обетованную землю, Бог дал ему заповедь, чтобы несправедливо кровь не проливалась. А как справедливо? Вот мы живем здесь мирно, тихо. Нас никто не трогает, ведь немало уже 17 лет. А если начинать смотреть с духовной стороны, то кровь проливалась. Проливалась и не заметили даже. Сейчас мы посмотрим, как это было. В первой книге Царя 19.5 считаем. Он, Давыд, подвергал опасности души свою. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и мертвей, доверенной души? Это я на фангер купался. Невинно больно человек, а невинно проливает кровь. Но, говорю, кровь – это жизнь человека. Если человеку отрезает голову, пищет кровь, сокращается жизнь. А вот непослушание детей – что это такое? Дети не слушают родителей. Это тоже самое убийство, только без ножа. Мать сегодня переживает, отец сегодня вздрогнул, завтра его в школу вызывает, послезавтра сердце не выдержало умер. Без ножа завязали. Невинная кровь проливается, ее не видят. В Писании говорится ненавидящие. Ближнего своего есть человек-убийца. Сам настоящий взял нож и пошел на пролитие крови. Тогда, когда невинно обвиняет кого-то, облыжно. Когда преследует кого-то невинно, это невинная кровь. И в Новом Завете другая шкала. Не надо из дома выходить, а просто сидеть ненавидящие брата дома. Можно под одеялом лежать и на что плохо думать. Злиться. У детей сегодня так. Греха не боятся нисколько. Любой грех делают. Дальше у него только одна вся мудрость, вбошенная на то, чтобы никто не узнал, что это сделал он такую пакость. Чтоб другое за него ответил. Он натворил это, он испачкал, но молчит. Взяли другого. В большем масштабе сколько уже было, это не где-то только, а во всей стране нашей и других странах. Человека взяли, обвиняют его в убийстве. Все сходится. И он был там, и вовремя, и в поведении такое. Он не виновен. Следователям важно доказать, что хорошая была работа. Его убивают. Проходит до дна, поймали настоящего убийства. А того уже нет. Вот этого убийства, которого называют главным путрика сменца, пока его поймали, уже трех приговорили к расстрелу и прибыли в исполнении двоих. И они сознались. А почему каждый день, каждый день его бьют, его ломают. Невинная кровь. А невинная кровь требует возмездия. Невинной крови море было в революцию. Океан ее был во время репрессии. Невинных. Любой постучал, сказал, доказал. Я слышал против советской власти. Все. Сгребли. Тут не птицы летали, напитаясь со трупами, а не черные вороны. И трупами их напитала птица. В четвертой книге Сарс 21-16 написано про одного царя. Был тогда такой владетель. Еще же пролил монастырь и весьма много невинной крови. Так что на полном еле Иерусалима от края до края сверк своего греха. Как будто стены, и стены хранялись кровью. Это Сталин в то время был такой. Еврей. Родных своих природных евреев убивал невинно. Как на Луфея. Понравился виноградник, не отдает. Лжесвидетели. Доказали хулилого царя. А это, на это статья была, как у мусульман против Аллаха сказал ему смертная казнь. Это невинная кровь. И невинная кровь требует возмездия. Никто не знает, а у Бога что-то где-то отмечено. И за это эти люди ответят. Псалом 105, 50, 38. И проливали кровь невинную, кровь ценовей своих и дочерей своих. Восемнадцать тысяч детей убивает каждый день у нас в России. Нерожденных. Тысяч. И те, которые делают этот грех, и они проливают невинную кровь и свою, и умирают. И сколько это невинная кровь. Впрочем, она не научена. Она даже не знает, что так не делается. Это не два, не три человека. А речь идет о шести миллионах каждый день. Каждый год. О миллионах. Это только официально зарегистрировано. А не официально, но в разы надо умножать. Вот и Иудан узнал такую повинную. И пошел удалился. А сегодня невинную кровь проливает морями и не давится. Если бы стали зарегистрировано, то вообще храна была бы пустая. Притча Соломона 6.17. «Ненавидит Господь глаза гордые, язык лживый, и руки проливающие кровь невинно». Играет дети. Поставил подножку. Упал. Ударился. Повредил себя. Это невинная кровь. Они этого не понимают. Лишь бы только не узнали. Ты растешь, а грех у тебя не раскаянный. Этот грех тебя настигнет. Как легко дети делают пакости друг другу. Притом болезненная. И делает невинный вид. Почему? Это или от родителей, или от прадедов. Вот это нераскаянная, невинная кровь. Но выходит, что Иуда пошел. После раскаяния и удалился. Сегодня никуда не идут, не раскаиваются и не давятся. Отсюда видно, что в несколько раз хуже Иуды. И может быть большинство населения в нашей стране. Иеремия 22.17. Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти. И к правитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Вот когда это было написано Иеремией, люди-то ведь посмотрели друг на друга. Он пришел, прямо сказал, насилие делайте, убивайте друг друга. Где? Они его страшно ненавидели, Иеремию. И 26 глава 15 стих говорится, что они решили за такие слова, что ты поможешь родной еврейский народ, смерть тебе, что открыть врагам ворота города, смерть тебе. И он говорит, только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь разложите на себя. Ибо истинно, Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши. Он говорит слова, которые мы читаем в Библии, и никто не верит. Это не сегодня все было. А только одно думали, как его убить? Я ведь не два дня уже стою со Словом Божьим, а 46 лет. Сколько я слышал свой адрес? А ты зачем это сказал? Я говорю, ты скажи, сказал я, правда или неправда? Один вопрос. И сразу вспоминает пророка Иеремия. Грозит, чем человек начинает? Это перед нами уже пройдено было. Это невинную кровь человек ищет. И об этом тоже надо молиться Господу. Да не проливается у нас невинная кровь. Да не будет этого со мною, Господи. Даниил 13,62. И поступали с ними так, как они за умыслив против ближнего. По закону Моисеева и умертвили их. И спасена была в тот день кровь невинная. Я считаю, невинной крови. Как уже свидетельствовали два старца судьи в Израиле против невинной Сусанны. Но Даниил вовремя оказался в нужном месте. Остановил этот процесс. И решили наш охот ее убить за измену мужу. И он их расследовал. И всему народу доказал, что они говорят неправду. И теперь была пролита кровь, которая была по закону. Они желали умертвить ее. И прославлен был Бог Югова, что у Бога есть такие слуги. Меня интересовало. Но вот революция приближалась. Но неужели никто не говорил, что беда в России? Говорили же некоторые. Но ни разу, нигде я не прочитал, никто не указывает, в чем вина. Самая-то главная вина, что умерли от слова Божия. И здесь нельзя говорить, что это копить меня оставили из точек воды живой. Выстекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Люди не научаются, не напиваются. Иоанн 1.14 Когда Иоанн обнаружил себя, что он против Бога полк. Бог говорит, иди ему в Ненере. А он в парке поплыл. И бурю Бог возник. И корабль близок к потоплению. И он говорит, брось ты меня в море. Тогда воззвали они к Господу и сказали, молим тебя, Господи. Да не погибнем за душу человека сего, и да не введешь нам в кровь невинную. Ибо ты, Господи, соделал, что тебе угодно. Люди эти понимали, что невинная кровь. Сегодня об этом понятии у людей нет совсем. Невинная кровь. Мне приходилось слышать рассказы убийц. Скольких убивали. С такой легкостью убивают человека. Другой курицу так легко не зарежут. И никто не узнал. Никто по сегодняшний день не узнал. И при том заказывает убийство, которое дефутации. Он сам не убивает. Он намял. Заплатил. И считаешь там гроши. Какие это тысячи всего только. Невинная кровь. А раскаяния в этом нет. Но можно найти. Можно, когда будет проповедь. И когда проповедь звучит, когда человек с совестью мучается, он идет и сам на себя доказывает. Так говорит, что жития в святых. От невинной крови, от которой вздрогнул Иуда, можно избавиться только через принятие Иисуса Христа. Да что, Иуду мог упадать? Мог. Он мог бы после предательства припасть по Христу и сказать, прости меня, Господи. Не форисеем давать вот эти слова, не перед компанией кайфа, а перед Христом. Невинную кровь травил я. А когда бы Христос простил? Алик, а нам что-то того, то есть ты свое дело сделала, разовое пользование. Иди отсюда. Ты нам не нужен. Вторая книга, Тарск, 13-23. И увидел Ахитопел, что не исполнил совет его, и ослезла в ослах, и собрался, и пошел в дом свой, и удавился. Такой был очень мудрый военачальник, столетник, и он просчитал все ходы, что будет не так, и удавился, что Давид вернется. А если бы он Бога боялся? Вот иногда бывает, человек в камере был, и говорят, на себя наложил руки, отбирает все, шнурки, пояс, все отбирает. Человек из просто, ничего угодно, сделает петлю и не вешается. Меня тоже могли убить в камере, но никто бы в это не поверил. Я на себя руки не мог наложить, потому что я боюсь Бога. Убийца не наследует царствие Бога, тем более самоубийца. Убийца может покаяться, а сам убийца не может. Он сам вынес тригра, и сам привел его в исполнение, и покаяния нет. Поэтому если человек очень верующий, вы никогда не верите, что он наложил на себя руки. Этот человек обязательно выйдет на Христа. А Хитофел этого не знал. У него не было этой веры. Он жил своим духом, водился в мудрости человеческой. Деяние 16.27. Темничный же, страш, пробудившись, и увидишь, что двери темницы отворены, извлек меч, и хотел умереть в себя, думая, что узники убежали. Как просто. Бывает, долгов много, не мог рассчитать, то и себе пулю пропустил. Весок. Как ли этот стражник, начальник тюрьмы? Ну, убежали узники. Доклавите к их. Он понял, как трудно будет за них отвечать. А верующий тогда бы не дал. А может вдруг он не был, но он такой должен. И тут вот еще, что нужно сказать. Верующего если и клянят, где? Все будут знать, что он верующий. Верующий. Мне пришлось быть там, где одни мусульмане, одни казаки. Никого нет. Еще несколько анганцев было поймали, они жили. А я верующий. И я молюсь, и молюсь. Как свободное время, и опять на молитве. Никого больше нет. И Господь показывает, что он подходит и говорит, можно мне, я буду молиться с вами? Я только проповедовал. И что было чудо? Ему семь лет грозило, а ему три года условно дали. Там же вся фирма была в шоке. Он с ножом напал на человека. Он грозил там. Парасем, там воровальным ножом пригодил сторожу. А это уже статья нападения. Он говорит, открестился. Но Господь и по малой вере подает благовременную помощь. Первая книга, Саркс 31.5. Было сражение. Израиль был побежден. И царь убит. Саул. Оружемостный увидел, что Саул умер. И сам. Пал на свой меч. И умер с ним. Этого делать никогда нельзя. Когда захватывали плен некоторые, и офицеры начинали стрелять. Ну я понимаю, коммунисты. Но когда говорят православное, и вот эти генералы, некоторые наложили на себя руки, и когда их захватили красное, значит веры никакой не было. Верующий должен перенести все. Ты взял туда вещь, отмечал, погибнешь. Ты водил в плен, сам пойдешь в плен. И тебе скажи, по делам я получил, и иду за расплату, и за силы все это вывезли. Вот как верующий говорит. Никогда не прячьтесь, когда сделаете какое-то преступление. Вы не скажете, да, сделал это я. Иначе другого накажут, и эта невинная кровь будет на тебе и на всем обществе. Сегодня в этом позоре все живут. Ведь знают, что убил, убежал. Взяли другого. Первое корица 10-13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении это обручение. Так, чтобы вы могли перенести. Когда Ником произвел реформу, многие побежали в тайгу. Староверы называются. Священства не было, но как живут соседние деревья, здесь попуты. Их наставники, свои спиридоны, сумели так наставить, что лучше на себя руки наложить, но не сдаваться никонянским попам-воинам. Их ждали в себя не два человека. И написано, у меня книга есть, описание, и сожи господица четыреста и пять человек. В другой листе написано, и сожи господица тысячи пятьдесят человек. Они заранее натаскали соломы, и к ним стучат, откройте двери. Мы всех, они убьют. Сожи господица. Они зажигали право наигарствия. Как можно было не понять, что самоубийство в царстве Божьем не наследует. А они, говорит, веру могли принять другую. Ну и что, какую другую? Ну и так палец так и прижимали. Сегодня в этом раскаянии есть. А раскаяние, это главный источник милосердия Божьего. Мы должны, кажется, не только на себя на застол сказать, это было самоубийство. Самое натуральное. Это люди потеряли связь с Богом. И они подумали, что непереносимо. А здесь написано, и при искушении податься обречения, чтобы вы могли перенести. Ну взяли. Вы не хотите принимать новый обряд? Не хотим. Ну и что? Ну послали дальше куда-то. Мы походили в тюрьму, да в душа-то с тобой. И Богу послалишься. И поэтому, если ты веришь в Бога, никогда не отчаивайся. Сирахов 3.14 Горя вам, потерявшим терение. Что вы будете делать, когда Господь посетит? Терпение. Сегодня, кажется, трудно, невыносимо, а завтра вдруг как-то размеется, и все будет по-другому. И расположатся, расположает Господь сердца врагов, чужих людей, и они совсем по-другому к нему будут относиться. Делающий никогда не убьет никого, и никогда на себя руки не наложит. Галатам 5.21 Ибо ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, все это рукава, и творящиеся, как всего же, не наследуют. Иуда, придаст кровь невинную, неповинную, пошел и удавился. Я говорю о том, что сегодня люди, не знающие Священное Писание, идут этим же самым путем. Завели страну сегодня в такое положение, знаете, что президент говорил, если перестройка не пойдет, я голову положу на рельсы. То есть, согласен, жизнь закончится самоубийством. Какой же бы пример? Ну ладно, не даду Бог, все-таки своей смертью помер. И поэтому, скажи, путь Иуды, это путь людей, потерявших веру в Бога. С нами, что бы ни случилось, Иоанн Батолог говорит, и Иуду Бог просил бы, если бы он расхаялся. Итак, просим прощения у Бога. Да не будем Иудами, не будем порождать Иуд, и узнав, что это Иуда, будем звать их в покаяние. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»